Это и гордость, и радость, и слезы признаются дрожащим голосом Раиса Андреевна Зотова. Ее в числе первых пригласили на открытие Стеллы сотрудникам ГИБДД, погибшим при исполнении служебного долга. Она потеряла сына 6 лет назад. Заместитель командира взвода ДПС Андрей Зотов погиб при задержании опасного преступника. Сегодня не только вспоминают тех, кто выполнил служебный и моральный долг, пожертвовав жизнью, но и благодарят тех, кто помог тогда, когда это не входило в должностные обязанности. Старший лейтенант Ринат Шарафуддинов в день ГИБДД второй раз стал папой, в том числе благодаря коллегам. Его беременная жена стояла в пробке в тот момент, когда начались схватки. Понимая, что времени в обрез, за помощью она обратилась к инспекторам ГИБДД. Зашла на пост ГИБДД, сказала, что начинает рожать. Ее посадили в патрульную машину и с маяками довезли до пироговки, где я ее встретил. А минут через 40 она родила мне сына. Три девятьсот пятьдесят семь сантиметров богатырь. Решение увековечить память о героях приняли еще в ноябре прошлого года. Инициатором идеи стала ветеранская организация управления МВД России по Самаре. Я считаю, что мы вместе с ветеранской организацией приняли совершенно правильное решение, потому что и мы, и наше поколение должны помнить тех людей, благодаря которым сегодня существует общественная безопасность и общественный порядок нашей страны. На открытие Стеллы пришли сотрудники ГИБДД, родственники, друзья погибших. Для них это место особенное, место памяти. Валерия Макарова, Константин Головин. События.